Европейские страны продолжают изолироваться от ненадежных соседей. В Польше заявили о начале строительства ограждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью Российской Федерации. В июле этого года, напомню, Польша уже завершила строительство ограждения на границе с Беларусью. Подробнее о том, как цивилизованный мир защищает себя от России, смотрите далее в материале наших коллег. Действовать на опережение. Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блощак заявил, что страна усилит границу с Калининградской областью России. Причиной стало то, что Калининградский аэропорт начал работать в режиме открытого неба. Теперь туда могут прибывать мигранты из Африки и Ближнего Востока. Я решил принять меры по усилению безопасности на границе Польши с Калининградской областью путем уплотнения этой границы. Мы используем опыт, полученный в прошлом году. Нет сомнений, что временное заграждение защитило польско-белорусскую границу. Это сделало гибридную атаку с белорусской территории невозможной или значительно ее замедлило. Мариуш Блощак. Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши. На сайте Министерства обороны Польши. Работы на участке границы с Калининградской областью уже начались. Сейчас там работают инженерно-саперные войска. Заграждение будет таким же, как и на границе с Белоруссией. У нас сложилась ситуация, когда могут сработать разные сценарии. Мы знаем, что действия Белоруссии, имеется в виду миграционный кризис 2021 года, не были суверенными, а были инспирированы Россией, чтобы дестабилизировать нашу границу и попытаться создать канал нелегальной иммиграции, который затопил бы Европу. Мы не исключаем и лучше перестраховаться, что подобные сценарии могут быть реализованы на нашей границе с Россией в Калининградской области. Граница между Польшей и Калининградской областью России составляет 232 километра. 209 из них – по суше. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки. Высота составит 2,5 метра, ширина – 3 метра. Также будут установлены электронные устройства, позволяющие улучшить наблюдение. Мариуш Блощак – вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши. На сайте Министерства обороны Польши. Заграждение на границе с Калининградской областью необходимо также и для того, чтобы защитить Польшу от возможных опасностей со стороны России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Мы, безусловно, можем подвергнуться атакам. Мы не можем раскрывать всю информацию, но видим, что такой сценарий, который имел место в прошлом году на границе с Белоруссией, может повториться. Могут быть попытки повторить его на севере нашей страны, вблизи границы с Белоруссией, в Калининградской области. Павел Яблонский, министр иностранных дел Польши. Из сообщения до речи. С августа по январь 2021 года польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь более 40 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Тогда Польша и страны Балтии обвинили Беларусь и Россию в искусственном создании миграционного потока на границе. В июле этого года Польша заверила строительство на границе с Белоруссией заграждения протяженностью 186 километров и высотой 5,5 метра. Юлия Биль для телеканала Freedom. Лукаш Адамский, историк, эксперт-международник, присоединяется к нашему эфиру. Лукаш, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас видеть. Хотим действительно обсудить ситуацию, как происходит процесс, для чего и, скажем так, с какой целью происходит и строится забор сейчас на границе с Калининградской областью. Единственное, я помню нашим зрителям, что в июле этого года такое же ограждение, заграждение сейчас уже есть и на границе с Белоруссией. То есть мы понимаем, что есть определенные риски, которые сейчас очень правильно просчитывает Польша для того, чтобы не испытать и не проходить те процессы, которые были там год назад, о чем говорили наши журналисты. Я сейчас процитирую власти Польши. В Варшаве надеемся на то, что заграждения позволят предотвратить нелегальный переход к границе. Польша опасается, что Россия может наводнить ее территорию мигрантами из Лижнего Востока и из Африки. Ну, насколько мы понимаем, Лукаш, это же не единственная причина, для чего сейчас начались работы для того, чтобы было заграждение и на границе, там, где Калининградская область. Каковы истинные еще причины, как вы считаете? Это причина, которую вы назвали, о которой тоже говорили сюжет, это конечно. И настоящая причина, главная, действительно, есть угроза того, что Калининградская область будет использована за российскими властями, как такой плацдарм для нелегальной иммиграции, целью создания в Польше и возможно то, что во всеми есть напряжение. Мы все в Польше прекрасно помним, что делалось на белоруско-полской границе в прошлом году. Формально за это все отвечал Лукашенко, то есть за то, что там пригласил кучу мигрантов с краин со стран Ближнего Востока, потом их перенапрядало в Польше, белорусские пограничники даже им не дали им иммигрантам возможности отойти назад, когда оказалось, что в Польше они не могут просто так пройти. И там есть пограничники, там происходили регулярные битвы. И это конечно угроза повторения этого сценария, либо со стороны Белоруссии, либо со стороны России, но кроме того, Польша это единственная страна НАТО и ЕС, у которой двоих соседей, которые ведут войну. То есть Польша и границы с Россией, и границы с Украиной. Плюс еще границы с Белоруссией, которая является очевидным союзником, агрессором России. Ну и в такой ситуации, то я бы сказал, это не только то, что чувство ответственности за безопасность государства ведет к тому, чтобы как можно сильнее укрыть границу. А другого способа, чем построить такого современного забора, я не знаю. И скорее всего, польские власти тоже не знают, поэтому решили построить этот забор. Лукаш, аспект мигрантов, нелегальных, мы так обговорили, но господин Яблонский говорил о нескольких вариантов против стран, которые поддерживают Украину. Кроме миграционного потока, о чем, по вашему мнению, может идти сейчас речь? Ведь не о прямых военных действиях, ведь нападение на Польшу, это нападение на страну НАТО. Это пятая статья и, соответственно, большая война, которую боятся в Кремле. Да. Какие еще могут быть причины? Знаете, в международный период Советский Союз, что ввел гибридную войну против Польши, в первой половине 20-х годов, он высылал разных диверсантов в разные банды через границу. Был такой случай, что эти банды даже совершили нападение на поезд, на абсолютно нормальный гражданский поезд, который ехал к Барановичам. И в этой ситуации, в ситуации крайне было напражнение в Европе, если идет о отношениях с Россией, не сложно себе представить то, что разные, возможно, провокации со стороны российских властей. Даже если на данный момент, то есть в ноябре, где-то, значит, 20-го года, то не считаю, что может быть самым биороясным сценарием развития. Потому что Путин, естественно, имеет тут сейчас другие ошибки, чем еще война с НАТО. Он же проигрывает по сути войну с Украиной. Но я уже сказал, что ответственность за государство подразумевает необходимость запасаться перед разными вариантами различных ситуаций. И в том числе перед мигрантами, перед российскими диверсантами. Но и для того этот забор строится. Немного о подготовке к государствам, которые граничат, собственно, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. О Вашеградской четверке. Короткая информация для наших зрителей. Почти 2000 военнослужащих, около 300 единиц техники, крупнейшие военные учения стран группы Вашеградской проходят в Польше. В маневрах под названием Пума-2022 принимают участие военные государств четверых, а также союзники из Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Сценарии учения включают в частности проведение маневренной обороны, форсирование реки, ликвидацию химического загрязнения. Навыки отрабатывают артиллеристы, саперы, химические войска, разведка, бронетанковые, механизированные подразделения. Учения продолжаются до 9 ноября. Вот вы знаете, если говорить о сценариях учений проведения маневренной обороны, форсирование реки, ликвидации химозагрязнения, в принципе, это могут ботобные сценарии использоваться Российской Федерацией в аспекте нападения на одно из государств. В этом плане мы говорим непосредственно о Польше. Во России рассматривать Пума-2022 как определенную массаж угрозы, что ли. Причем от всех четырех государств, несмотря на то, что одно из них, Венгрия, может считаться в определенном плане не то чтобы дружественным и союзническим, но тем, кто не против сотрудничества с Российской Федерацией. Вот эти учения Пума-2022, это больше сигнал России о том, что Вашеградская группа готова? Скорее всего, да. Я бы тут тоже не преугольчивал значение этого. Намного важнее есть то, что регулярно вообще происходят учения стран НАТО. И Польша, хотя она ограничивает и с Россией, и с Беларусью, но в силу своего размера, 312 тысяч квадратных километров в силу довольно сильной армии, она еще не является такой страной, которая подвергается прямой угрозе. Но если бы, если помнить о том, что в состав НАТО входят баутийские страны, а те с военной точки зрения гораздо сложнее будет защищать, то есть даже Литва, она правда граничит с Польшей, но на протяжении там есть такой промежуток 70 километров, а так, то она тоже имеет двоих соседей России и Беларусь. И именно мне кажется, что ситуация с баутийскими странами, ну она вызывает гораздо больше отобоченности в рамках НАТО. И эти тренировки, они тоже в какой-то мере подразумевают обслуживание разных возможных вариантов ответа на российские провокации. Плюс надо бы еще добавить, что, так как я уже сказал, такой прямой угрозы, которую я намечал, чтобы на грезонте, я для Польши не вижу. Путин даже вчера заявлял, что он вообще относится к Польшу с большим уважением, да, и по сути предлагал участие Поляков в самым вероятном для Путина, на вероятном варианте соблюдении, то есть в разделье Украины. Конечно, никто в Польше в жизни на такое не согласится. И нет этого уважения, малейшего уважения к России, но то, что на данный момент российская армия ослабла, а российские власти скорее всего понимают о том, как закончить конфликт с Украиной, а не как продолжать и нападая на Польшу, это тоже очевидно. Лукаш, я добавлю буквально детали, да, о заявлениях господина Путина, потому что, может, кто-то из наших зрителей не знает о его заявлениях по поводу Польши. Глава страны террориста заявил, что в состав нынешней Украины, тоже прекрасная фраза, как мне кажется, в кавычках, входят территории насильственно отторгнутые у Польши, и при этом в Варшаве живая идея восстановления большого государства от моря до моря. Не единожды, видя поддержку со стороны Польши, Украине в Российской Федерации, говорили о якобы каком-то желании Варшавы отделить, оккупировать, аннексировать западные части Украины, западные области, и подобные якобы какие-то захватческие идеи рождаются в Варшаве. Также, я думаю, вы слышали такие месседжи от российских пропагандистов, это стало, собственно, таким мемом. Можно так сказать, что Зеленский непосредственно свои обращения записывает из Польши, из Варшавы. Переехал туда президент Украины, и там почему-то вот так. С первых дней полномасштабной агрессии такой было, Зеленский эвакуировался в Польшу, и там на зеленом фоне пишет свои заявления. Как вы считаете, почему тема Украины и Варшавы, якобы каких-то идей захватнических у Варшавы, постоянно в, нельзя, наверное, сказать, в топе, но постоянно мессируется президентом России? Это уже не просто Симоньян какая-то. Это уже непосредственно один из главных террористов этого мира, президент Российской Федерации Владимир Путин. Да, но тут мне кажется, что есть две причины. Я может быть еще напомнил, что первый такой довольно известный пример, когда от имени Российской Федерации предлагали из Польши какие-то планы разъявить Украину, это был период Майдана. Тогда именно Владимир Жирновский, виспитер Думы, отправил официальное письмо к полскому паслу и такое предложил. Это конечно было такое, можно сказать, такое зондирование, как полска общественность власти к этому бы отнеслись. И конечно там не было никакого ответа, потому что это абсолютный бред. Но почему Путин так делает? Во-первых, потому что мне кажется, что недавно еще он думал, что может быть это повлияет каким-то образом на общественные мнения Украины. Может быть кто-то поверит в этой пропаганде, даже если не в полноте, то скажет, ну а возможно они в чем-то правы. И это может быть первая причина. Я тут напомню, что мое учреждение в центре Миросевского вместе с украинскими социологами сделали такой опрос, насколько украинскими социологами. И там 15-16% украинцев сказали, что у вас можно сказать, где тут есть и доля правды. Хотя мы тут не говорили, что Россия такое говорили, что можно найти такие сообщения в интернете. А вторая причина, почему Путин это делает, а то мне кажется, что его проекция, его личное мирование. Для него, знаете, для него справедливость и право это конечно не синонимы. И он считает, что есть какая-то историческая справедливость, что и согласно этой исторической справедливости часть земли Украины это российские, русские земли. И поэтому они должны быть отторгнуты от Украины. Ну и Путин не хочет быть сам просто единственным, который будет совершать такие огромные преступления. И ему кажется, что и ряд других стран в Европе, Польша, Венгрия, да, которые имеют старые традиции государственные новости и в прошлую часть украинских земли входит в частности этих государств, они думают с хорошим образом. То есть то, что психология, то называют механизм проекции. То есть преступник, считается, что другие члены общества, то, что преступники, только может быть они, как то хорошо, хорошо делают вид, что они порядочные. И мне кажется, это можно бы объяснять, потому что тут в Польше, я еще раз повторяю, и не было, и нет вообще такой дискуссии. Но мне кажется, тут просто Россиане и Путин прежде всего в какой-то мере поверил своей собственной пропаганде и своим этим больным уявлениям о мире. Лукаш, вам огромное благодарность за участие в нашем эфире, за конструктивный анализ событий, которые происходят. Мы немножечко еще поговорили о тех версиях, которые продолжают звучать и на российских телеканалах. Недавно как-то показывали одну из акций в поддержку Украины, которая проходила в Варшаве, где украинцы, которые сейчас находятся в вынужденной эвакуации, вышли с большим украинским флагом. В то же время поляки вышли с польским флагом, но пропагандисты сказали, вот видите, уже польские флаги, они на улицах Украины теперь. Поляки захватили кин. Да, и злоты. И сам еще очень любимая версия, которую очень часто озвучивают, что в магазинах Украины, и вот там Львов, Львовская область, Ивано-Франковская, что там уже нет гривны, там злоты ходят. Вот такая вот история. Да, спасибо вам, Лукаш, огромное. Лукаш Адамский историк, эксперт-международник. Мы продолжаем информационный марафон на телеканале Freedom.